Билет номер 9. Разрешается ли устанавливать дополнительные покрытия или предметы, ухудшающие видимость или обзорность с места механизатора? Нет, не разрешается. Потому что затонированные окна у нас запрещены. Почему? Потому что обзорность водителя это может помешать. Вопрос номер 2. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с нарушенной герметичностью гидравлических приводов? Не допускается. Вычет масло по МГЗ нахрен. Вопрос номер 3. Можно ли запускать двигатель самоходной машины находясь вне кабины? Запрещено. Вопрос номер 4. Эксплуатация самоходной машины запрещена. Есть и остаточная высота почвы зацепов. Шин управляемых колес составляет почвы зацепов. Это передние колеса. Просто выправляющие. Мене 5, менее 2, менее 5. Мене 5. Мене 5. Угу. А как он будет поворачивать? А, ладно. Вопрос номер 5. Можно ли водитель самоходной машины во время движения, надев наушники, служить музыкой или радио? Ну смотри какая музыка, наверное, или что-то другое он слушает. Может он в наушниках разговаривает по телефону. В общем, запрещается. Каким требованием должен удовлетворять транспортный агрегат? Электрооборудование прицепа должно быть подключено к системе электрооборудования самокладной машины. Тормозная, прицеп, самоходная, всем перечисленным требованием. Что должен сделать водитель самоходной машины перед запуском двигателя, обойти, осмотреть машину, включить дальний свет в фар, подать звуковой сигнал, убедить, что никто не стоит перед и сзади и около машины. Какие действия необходимы? Вопрос номер восемь. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета? Вообще-то надо позвонить в окулисту и ехать туда. Как можно быстрее доставить пострадавшую больницу? Как можно быстрее здесь именно родные человека? Перевязать глаза сильным винтом? И как можно быстрее доставить пострадавшую больницу? Продолжение следует... Продолжение следует... ...